Чего ожидаете от мероприятия сегодня для Беларуси? Какие могут быть плюсы? Я думаю, для нас это международная площадка, чтобы говорить о проблемах нашей страны. Здесь первого до обеда будут страновые доклады. Каждый из делегаций расскажет о своей стране. Я буду говорить о Беларуси и о ее проблемах. И что мы ищем здесь? Это социальная демократическая семья. Мы ищем поддержку и солидарность. Мы ее неоднократно получали. Конечно, у нас очень конфликтный регион. Очень. У нас, например, здесь четыре делегации из стран, воюющих между собой. И понимаете, что это, скажем так, конфликтные непримиримые оппозиции, но одновременно это площадка. Потому что она лучше всегда разговаривает, чем стрелять. И здесь есть возможность решать в том числе какие-то и коммунитарные вопросы. Например, на предыдущем заседании комитета, который проходил возле Санкт-Петербурга, я поднял вопрос обратиться к президентам России и Украины об обмене всех удерживаемых граждан этих стран. Не знаю, там военнопленные, политзаключенные или преступники, как кто их считает, зависит от страны. И мы обратились, и была реакция. Президент Порошенко обратился к Путину после этого сразу же. Тогда вопрос не был решен. Но через год он был решен. Может быть, такие вопросы найдутся между Арменией и Азербайджаном. Мы проводили такие встречи. Даже проводили встречи в Баку с участием армянской делегации. Это было за десятилетие первый приезд армян туда официально. И в Азербайджане с Азербайджанской делегацией. Там были акции протеста даже. Но мы начали этот диалог. Но потом, как это бывает часто, когда две конфликтующие стороны, конфликт, стрельба, жертвы и диалог, к сожалению, отрезался тогда. А как получилось, чем Беларусь заслужила, что именно комитет социнтерна в Минске, как это, не в Москве? Ну, вы знаете, в нашей партии очень хорошая репутация там. Ну, и я достаточно известна в социнтерне, в большой мировой семье достаточно известна персона. И это акт поддержки нашей борьбы. Они знают, они в курсе репрессий, арестов, борьбы. И они неоднократно и не всегда явно помогали нам, в том числе помогали вытащить наших товарищей из тюрьмы. И это акт поддержки. Вот. И это очень, конечно, ценно для нас. Утихли немножко страсти между израильтянами и палестинцами. И даже встречи провели. Это заслуга нашего генерального социнтерна Луиса Алявла. Провели вначале на территории Палестины, а потом сразу же на территории Израиля. Это было вот этой зимой. Это была уникальная встреча. Вот. И они там пытаются все-таки мирно решать свои вопросы. Но иногда доходит, ну, да, очень больших эмоций. Что разве израильтянский конфликт вообще может быть как-то урегулирован? Они договорились о том, что все-таки надо строить два независимого государства между собой. Это лево-центрительство израильское и организация освобождения Палестины. Они договорились об этом. Я не знаю. Если будет лево-центрительское правительство израиль, то это вполне может начать реализовываться. Если, конечно, при наличии доброй воли со всех сторон в Палестине. Потому что АОП не контролирует сектор газа, и там сложнее.